привет народ сегодня суббота мы приехали где-то часа три назад наверно шел дождик как только кончился мы пошли в лес в общем вот такой у нас сегодня улов сейчас покажу целая куча подосиновиков подберезовиков тут старые подберезовики немножко лисичек всякие там свинушки волнушки сыроежки козлята что там еще было в общем какие-то такие промежуточные грибы вот 45 белых три маленьких два более-менее и зонтики кто не пробовал не видел не знаю советую если встретите в лесу народе называется зонтик очень похож на поганку такой гриб он высокий есть можно только шляпку шляпка с такими вот как бы чешуйками чешуйки надо счищать вот и у него длинная ножка по высоте он где-то сантиметров 30 35 высотой и вот собирать можно только раскрывшиеся шляпки а такие зонтики в народе ну и в кляре обжаривать напоминает как курица или рыба в кляре очень такой урожай сейчас сижу перебираю а вот ножки от этих самых подосиновиков они довольно жесткие я не очень люблю ножки потому что шляпки оставим на суп вот а ножки я порежу вот сюда вот вместе со старыми подберезовиками варить вот ну пока не знаю у нас опять чп на даче короче одна сумасшедшая женщина но это как бы так ласково сказать председатель соседнего соседнего товарищества у нее что-то головой стало недобро в общем она отрубила наш или как-то электро счетчик в общем вскрыл там что-то нарушила внутри и сейчас во всем нашем поселке в нашем орионе нету света во всем из этой сумасшедшей дуры по-другому не скажешь там ну сложная история но в общих чертах у нас был общий счетчик или как-то трансформатор вот общий но мы отделяемся от него от общего чтобы у нас были разные трансформаторы и председатель соседнего товарищества она против того чтобы мы отсоединялись и она всячески пытается препятствовать этому вот то есть она уже не раз ломала наш как бы общий трансформатор и у нас уже сколько раз не было света ну человек сумасшедший что тут можно сказать если она как бы другого пути не может найти чтобы законно все это сделать она вот пытается все это незаконно сделать какие-то лезвые тушки получились видно это когда в лесу дождик пошел ну влажность повысилась какие-то у меня штуки на волосах образовались странные в общем вот так то есть когда в голове царя нету то творят все что хотят вот так что не знаю мы пришли из леса света нету и уже прибежали соседи начали кричать что пойдемте пойдемте вот мама ушла но она же у меня председатель вот так что ее утащили там на разборке сейчас когда придет неизвестно что там вообще происходит тоже неизвестно в общем посмотрим обед слава богу можно приготовить потому что у нас газ но большая часть населения так сказать нашего поселка они на электричестве вот и тут у них конечно проблемы большая возникнет того чтобы все бросить и уехать поскольку они не могут приготовить себе поесть даже больше вот так вот ну я рад что мы за грибами сходили грибов просто в море и и маленькая тележка сейчас перебирать варить потому что поскольку света нету в холодильник их не поставишь эти грибы то есть можно было бы до завтра завтра в Москву и дома уже делать с ними что хочешь хочешь намораживай, хочешь суши, хочешь вари, хочешь что хочешь жарь а поскольку электричества нету то лучше все сварить все что возможно все сварить вот и в таком виде оставить так что вот так вот опасайтесь сумасшедших соседей на даче это чревато последствиями все ладно устало пойду кстати пойду кстати ушки практически не болят и сегодня я уже немножко пошевелила этот штырек я правда не крутила его но периодически как бы я вот туда-сюда перебойкаю и вроде все нормально вот и тут тоже ну ну и они не болят и уже нет никакого ощущения что там синяк или ухо как-то ноет такого нету даже можно сказать вот правое ухо вообще я не чувствую а вот левое там где место прокола там еще как-то немножко побаливает вот 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 так вот ой обязательно берите с собой воду в лес просто когда идешь через лес через эту траву через бурелом через это очень запыхаешься и запыхиваешься и хочется пить вот вот прям вода это уже жать не берите с собой воду ну вот и все я просто калташей немножко и сонная еще сейчас обедать будем наверное еще приготовить надо в общем как-то спать хочется и здесь еще пасмурно стало вроде солнце выходило сейчас опять пасмурно и мы когда из леса выходили дождь пошел так что не знаю так что не знаю может поспать все а может и нет посмотрим в общем привет сегодня воскресенье уже ну собираемся домой только пришли из леса и сейчас обедаем будем собираться всем сейчас скажу что собрали соседи нас соблазнили и мы решили пойти в лес грибов в принципе много разных но в основном белые подосиненькие под березовики так что вот это полная корзина это мы не взяли ничего пакеты пришлось мне раздеваться снимать майку и там лисички там тоже под березовики большие большие белые вон там белые вот плененькие видны и пленые вот этот вот вот и вот еще корзинка это опять же зонтики и там внизу вон видны эти под березовики под березовики так что грибов можно сказать прям навалом в лесу ну и тут конечно и белые мы пока не перебирали не считали вот но я думаю что много белых вот еще сегодня собрали яблоки с одной яблоней вот четыре таких ящика и еще где-то такой же ящик упавшие вот в общем вот так вот еще сливы хотели собрать но не знаю всем или нет так что посмотрим по ситуации вот еще вам хотела сказать что ушки я сегодня покрутила первый день это было как-то больно но как обычно я больше переживаю чем есть на самом деле вот так что они уже в принципе зажили или они вообще изначально не были не были ранены то есть так как у меня и крови не было и вообще ничего ушки маленькие и сухие походу поэтому все быстро как-то проходит то есть я их нормально крутил крутил так как бы никаких ощущений при этом не испытывая вот что я так что думаю что все нормально вот и что еще сейчас посмотрю еще может быть там у меня кабачки выросли огурцы снять оставшиеся потому что они все уже чернеют и есть помидоры тоже надо собрать потому что вся листва уже почернела вот этих самых лосинах плещей в лесу просто наверное столько же сколько грибов просто море вот и очень неприятно когда они на тебя садятся и пытаются что-то делать какие-то свои дела вот ну все наверное пошла обедать и уже когда приедем дома и мы для вас посчитаем сколько там белых сколько капотасинов и как и прочего потому что очень много всего так что до завтра